С днём учителя поздравляем! Неподельные эмоции, искренние улыбки, поздравления. 5 октября вся Россия отмечает День учителя. Профессиональный праздник работников школьного образования. Тёплые слова в адрес педагогов звучали с самого утра. Правда, в этом году пришлось обойтись без масштабных торжеств. Пандемия внесла свои коррективы. Нравится вам ходить в школу? Нравится потому, что рядом любимый учитель, который всегда подскажет и объяснит. Для Елены Галактионовой быть учителем – смысл жизни. Стать педагогом мечтала с детства. В профессии более 30 лет. Под заботливым крылом Елены Евгеньевны десятки учеников. И каждый для неё особенный. Детки сейчас как живчики. Каждому нужно подойти индивидуально. Каждому нужно найти подход. Стараемся. Сами вместе с ними учимся. Если заинтересовать, если урок сделать интересный, поучительный такой, то дети сразу схватывают всю информацию. Поэтому стараемся каждый урок продумывать так, чтобы сразу они поняли. Она хорошая, добрая. Она всегда объяснит, поможет, если что надо будет. Тебе сложно учиться? Нет. Это надо понять и захотеть, и всё. Она может подсказать, что какие-то трудности, если непонятные задания. Она всегда поможет. Скажи, какой тебе больше всего предмет нравится? Мне больше всего нравится предмет «Окружающий мир». Традиционно в День учителя воспитанники дарят учителям цветы, устраивают концерты, рисуют стенгазеты. В этом году праздник проходит несколько иначе. Наши ребята, я так полагаю, что очень долго готовились к этому дню. Они готовили открытки, газеты, особенно это обучающиеся начальных классов, старшеклассники, видеопоздравления. Это очень здорово. Они всё своё творчество, всю свою душу, несмотря ни на что, вложили в аудио-видеопоздравления и передали их своим адресатам. Белгородские педагоги ежегодно участвуют в различных конкурсах и завоёвывают призовые места. Но главной победой наших учителей – достижение их воспитанников. В Белгороде работают почти три тысячи учителей. Каждый год их ряды пополняют молодые специалисты, готовые совершенствовать систему образования в школах, работать над новыми методиками обучения. Опыт быстро нарабатывается, а вот идеи – это как раз удел молодых, которые рождают эти идеи, которые своим азартом заражают тех, кто уже давно работает. И очень радует то, что молодые учителя учатся быстро у своих педагогов-наставников. И, конечно, мы очень ценим труд наших старейших педагогов, которые делятся своим опытом и являются наставниками не только для детей, но и для молодых педагогов. В торжественный день слова благодарности за нелёгкий труд учителя принимали от первых лиц города и региона. Хочу заверить вас, что все социальные обязательства правительство региона выполнит, в том числе продолжится планомерное повышение заработной платы педагогов. Работа учителя всегда была ювелирной, а сегодня особенно важно не потерять личностный подход к каждому ребёнку, чтобы воспитать достойное будущее поколение. Сегодня праздник замечательных людей – учителей. На всю жизнь с нами их пример, их слова. Они – источник знаний, и к ним мы шли за советом и помощью. Спасибо вам, дорогие учителя, здоровья, счастья и благодарных учеников. Для меня это особый праздник, потому что сама 13 лет проработала в 35-й школе учителя. И, как и многие в этот день, говорю своим наставникам – спасибо. Мы вас любим!